Продолжаем беседовать в перерывах и очередной у нас гость Алексей Анциферов на сей раз. Алексей, добрый вечер. Как настроение вообще после двух периодов сегодняшнего поединка? Ну, мы ведем. Я думаю, что настроение положительное. Но вот эти два гола, конечно, они не нужны были в конце периода. И более второй гол вообще, по-моему, за 50 секунд пропустили. Надо просто собраться, надо играть в ту же игру, ни в коем случае там не удерживать счет. Играть в ту же игру, атаковать, все будет хорошо. Алексей Литвиненко сейчас в перерыве поделился, что, ну, я сказав о том, что и где-то Борис расслабился, и где-то Сибирь, может быть, прибавила. Что нужно сделать именно, чтобы в третьем периоде такого не допустить? Расслабление и, может быть, где-то сдержать лучшие атаки соперника? Ну, я думаю, что сейчас тренер, конечно, скажет, что ни в коем случае там какие-то вольности позволять, потому что было очень много удаления в этом периоде. Играть более спокойно, ну и, может быть, даже где-то от оборонки сыграть на контратах. Я думаю, так. Вы сказали об удалениях. Вот если посмотреть эту 20-минутку, на ваш взгляд, вот те решения судейские, они сейчас во втором периоде все ли были, ну, закономерны и оправданы или где-то, может быть, казалось спорным? Ну, вот удаление Бушкарева, мне кажется, ну, для меня как-то непонятно было, потому что судья вообще сказал, что был толчок на борт, потому что мне показалось, что он должен был удалить, ну, минимум за удар локтем. Ну, был, конечно, хорошо, но ударил, но мог бы, наверное, не удалять. А удаление Николая Антропова я вообще, по-моему, даже не видел, потому что момент был как-то с краю. А вот сейчас посмотрел Брэндона Бонченского удаление. Ну, я бы тоже сказал, что там была борьба, как бы ничего такого не было, никакой подножки. Ну, может быть, где-то зацепил, но удаление, конечно, такое, знаете, как бы спорное. На тоненького. Да, ну, мог бы не давать. Сейчас период третий, мы также начнем в меньшинстве. Наверняка Сибирь попытается какую-то, может быть, домашнюю заготовку преподнести Борису. Что нужно сделать, вот, по крайней мере, вот в эти ближайшие первые минуты, потому что, я думаю, вот именно в первые минут 10-5 Сибирь явно сейчас обрушит школу атак на ворота Еремеева. Ну, я говорю, по-хладнокровнее сыграть в обороне просто сыграть на контратаках, не удаляться, вот и все, сыграть как можно проще. Говорят, что шайбы в раздевалку, а вот эти две шайбы, наверное, точно можно рассказать, что они в раздевалку были заброшены, влияет психологически на команду. Но по-разному говорят. Некоторые говорят, что нам это безразлично, забили, пропустили там. А как ваши партнеры к этому относятся? Ну, конечно, когда ведешь еще эти 3-0, как бы более спокойно себя психологически чувствуешь. Когда пропускаешь первую шайбу, вроде как бы ничего страшного. Вот когда пропускаешь вторую шайбу за минуту до конца, это вот уже как-то настораживает, потому что может быть где-то психологически уже как бы думаешь, что как бы право на ошибку уже не остается. Поэтому надо просто сейчас выйти с холодной головой ребятам и сыграть в ту игру, в которую они умеют. Как бы ничего такого страшного нет, ведем шайбу как бы, просто играть в ту же игру. Я знаю, что много у вас партнеров в Борисе, кто именно, ну, может быть где-то хоккейные суеверия, правила соблюдают. Сегодня пятница 13-й. Как-то это касалось хоккея, может быть настроен на игру или все-таки это было потустороннее? Мне кажется, что даже многие не знают, что пятница 13-й именно. Просто 13-е число. Очередное. Даже как-то не знаю, никто об этом не говорил сегодня за весь день. Такого вот что нет, что пятница 13-й и что-то произойдет. Нет, обычный день для всех. Ну, мы будем надеяться, что пятница 13-я окажется простым днем, как сказал Алексей Анциферов. Ну, а завершение матча мы, безусловно, увидим с вами на телеканале Каспорт. Вернемся в ближайшие минуты. Пока небольшая пауза, отдыхаем и затем вновь прямая трансляция Бары Сибирь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok